И снова здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Лучезарная Маша Новая. Да, спасибо огромное. И не обворожительный, хотелось сказать, непредсказуемый всегда Роман Шахов. Это специально так. Но и не только. Вы знаете, мы очень ждали этих людей и наконец-то они пришли. Знаем, что вам очень интересно их творчество. Они потрясающие музыканты, потрясающие артисты и великолепные просто люди. И наконец-то сегодня они у нас в гостях. Анастасия Спиридонова. Здравствуйте. Сергей Волчков. Добрый день. Да, вот и аплодисменты. Кстати, вся страна вам сегодня аплодирует. Но я хочу дополнить, что Анастасия и Сергей прекрасные финалисты. И Сергей победитель легендарнейшего шоу «Голос», которое просто гремело по всей нашей стране. И сегодня это уже как бы сольные, популярные сольные исполнители. Но сегодня мы собрались здесь совершенно по другому поводу. Я просто думал, что ты про три аккорда тоже скажешь, Настя. Про три аккорда, да. Безусловно, победительница шоу «Три аккорда». Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Ура. Сергей хлопает. Аплодирует сейчас громко. Мы собрались сегодня не только пообщаться с чудесными людьми, но и поговорить про песню, которая не так давно, 8-го числа появилась. Мы ее узнали, мы ее полюбили. Расскажите, как возник этот дуэт и как возникла любовь. Да, речь идет о песне «Любовь». Кто будет рассказывать? Ну, премьера была в такую дату, 8-го июля, день семьи, любви и верности. Я думаю, что в эту дату-то нужно петь только о любви и о верности. Вот и песня появилась где-то, наверное, в октябре месяце прошлого года. И она... Я ее приобрел у Юлии Мельник, автора. Ты нашел ее в почте. Да, шел в почте. Как сейчас это все делают, рассылают. И как внутренний режиссер этой песни, я все думал, с кем бы ее исполнить, эту песню прекрасную. Она лежала долгое время. Я все думал, думал, все гадал, консультировался. Но понимаю, что консультации, они всегда увозят не туда, куда нужно. И нужно только от зова сердца и понимать, вокально представлять вот эту всю картину. И я предложил Анастасии. Анастасия не отказала. И мы все-таки записали эту песню и вот выпустили ее в люди. Надеюсь, она будет популярна и будет нравиться. Мы тоже надеемся, ребят. Мы еще непременно в этом часе песню послушаем. Настенька, расскажи, как тебе позвонил Волчков, что рассказал, как зазывал в дуэт? Если честно, для меня эта песня, наверное, можно сказать, что это большой эксперимент. Потому что, конечно же, мы с Сережей поем в разных манерах. И сама идея дуэта, конечно, мне очень понравилась, потому что мы с Сережей дружим давно. И еще вот как мы познакомились, наверное, когда ты одержал победу. В 13-м году, да? В Голосе. Мы общаемся, иногда видим все. Ну, понятно, мы все видимся на мероприятиях. И идея дуэта, она мне понравилась. Ну вот, а как? А песня такая-то, она же довольно-таки, она эстрадная. А продолжение, друзья, нашего разговора. Да, как это все произошло. Будет очень скоро. Сейчас Наргиз просит свой эфир. Давайте-ка дадим ей слово. Да. Ну и мы тоже обещаем быть в ближайший час вместе с вами поближе в студии Машинова. Роман Шакова. Сегодня у нас прекраснейшие гости Анастасии Спиридонова, Сергей Волчков. И сегодня мы вам презентуем их новую песню из лирического дуэта. Песня называется «Любовь». Так у меня сразу же, кстати, и вопрос про любовь. Вы вообще верите в такую, знаете, любовь с первого взгляда? Или все-таки вы считаете, что любовь надо добиваться годами, проходить сквозь трудности? Вот как вы, Сергей, думаете? Ну, я романтик по жизни. Я верю в любовь. Даже в знакомстве с моей женой я влюбился с первого, мне кажется, взгляда. Взгляда. А потом, когда я был на передаче Юлии Меньшовой, она мне открыла тайну, что моя жена не сразу. И тут я думаю, так-так, а мне это показалось. Ну, так что я верю в лучшее, в позитивное. Я думаю, что любовь, она у каждого по-своему, наверное, как-то характеризуется. В основном, я верю. Верю в это прекрасное чувство. Сережа, мне кажется, вот без любви, не имея ее в сердце, сложно петь то, что поешь ты. И так петь, как поешь ты. Спасибо. И так петь эмоционально и чувственно, как это всегда делает Анастасия. Вы наверняка все это проживаете через себя, проносите? Да, конечно. Но у меня никогда не было любви с первого взгляда, честно вам скажу. Но я верю в судьбоносные встречи. Я знаю, что если эта встреча произошла, которая должна быть, она обязательно перерастет в такое чувство, которое будет сильное, глубокое. Вот то, о чем мы все девочки мечтаем. Ребят, мальчики и девочки, давайте о судьбоносных встречах в профессии. Для вас какие это были люди, какие встречи, когда? Кто что назовет сегодня? Ну, для меня, конечно, Александр Борисович Градский, Юси Давидович Кобзон, Александра Николаевна Пахматова, Анастасия Спиридонова, Игорь Демарин. Я надеюсь, что в перспективе у нас будет очень такой хороший тандем. Роза Рымбаева, Тамара Гварцтели. Я могу много говорить, но мне кажется, что это люди, которые вот за маленький, короткий момент моей жизни стали мне близкими людьми. И я думаю, что эту песню мы будем исполнять на больших площадках и будем еще больше влюбляться в свои голоса. А в голоса друг друга? В голоса, в песню, в творчество, да. Анастасия, у вас есть люди, которые сопутствовали вам по жизни, как-то помогали, поддерживали, вывели, может быть, вас на новый этап, уровень? Ну, конечно, есть такие люди, как мои педагоги, которым я безмерно благодарна, благодаря им я и научилась петь. Но они просто не так известны широкому слушателю. Настя, скажи, пожалуйста, а как началось у тебя с музыкой? Про Сережу мы знаем. Сережа в пять лет начал, и вот Сережа до сих пор на сцене. Я немного позже. Я в десять лет начала петь. Случайно с подружкой за компанию пришла в детскую студию. Меня через два месяца отправили на детский конкурс. А подружка ушла? Ушла потом, да. Я победила. Мне вручили крутой приз. Я ребенок, десять лет, обрадовалась и думаю, неплохо. Что ты пела, скажи? Я пела по ниточке, по ниточке ходить, я не желаю. И пела песню Буланова и мама. Скажи, это «Великие луки» или «Великие луки» там все началось, да? Ну что ж, о том, как плакали все под эту песню, я думаю, что мы расскажем уже в нашем следующем выходе. Поэтому, друзья, оставайтесь вместе с нами, у нас очень много всего интересного. Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем, и у нас сегодня в гостях замечательные гости. Это я говорю для тех, кто к нам только что присоединился. Вы смотрите, слушайте телерадиоканал «Страна.ФМ». Вот это у нас Анастасия Спиридонова, Сергей Волчков. Сегодня мы говорим о любви, а точнее о прекрасной песне, которую они поют дуэтом. Называется она «Любовь». Так вот, мы затронули как раз-таки тему с Анастасией детства, становления личности, привязанности к музыке и так далее. Вы же не москвичи, вы все приехали. Расскажите, пожалуйста, как вы... Скажи так, мы же не москвичи, мы же все приехали. И мы тоже не пидали. Понаяхали. Абсолютно, да. Расскажите, как вы пробивались в Москве, как это вообще, какие сложности, препятствия встречались на вашем пути, и как вы с ними справлялись. Молодые артисты, конечно, прильнули к приемникам и телевизорам. Итак, ребятки, что главное, чтобы покорить столицу? Ну-ка, вот какие-то, может быть, лайфхаки, наставления тем, кто собирается. Полезные советы, да. Я знаю точно, что первая трудность, с которой я столкнулась, когда я приехала, это понимание того, что нас очень много. И в России я богата талантами, и, конечно, чего-то добиться, прийти куда-то, чтобы о тебе знала вся страна, это очень сложно. У каждого свой путь, кому-то везет, кто-то очень много трудится, а кто-то трудится, ему не везет, а кто-то вообще не трудится. И везет. Случай, да. Да, я могу сказать, что мне очень много хороших людей встретилось на пути, которые действительно мне помогли и позвали учиться, во-первых, сюда. Я приехала в Москву. И, конечно же, голос, и люди, которые пнули меня пойти на голос, потому что я тоже туда пошла за компанию, как и все самое прекрасное, что происходит в моей жизни. Та же самая подружка? Нет, другая, но это было совершенно случайно, правда. Подожди, пожалуйста, ты почему не шла? Потому что не верила в себя, потому что думала, что там как-то, может быть, неправильно. Я уже к тому времени не верила в себя, честно вам скажу, потому что побывала на всевозможных кастингах, и фабрики, и народный артист, и новая волна, и везде я была, нигде меня не брали. Я решила, что дело во мне. Наверное, я все-таки толстая, страшная, некрасивая, еще какая-нибудь петь не умею. А потом оказалось, вот что умею. Вау. Так, ну и Сережу послушаем. Ну я каратенечко. Каратенечко. Я, во-первых, нужно было в Москве где-то зацепиться, и нужно было поступить куда-то после колледжа. Я стал поступать в театральные вузы, тоже у меня первый театральный вуз, я с амбициями, потому что я же вел все программы Чайковские, ОПУС-23. То есть я уже думал, я же мастер, мастер стихов, там, актерище. Приехал. И не прошел даже первого тура в Мухате. Думаю, ну все. И пошел по всем. По очередности. Как и все это делают, собственно. Щекка, щепка, да-да. И мне улыбнулась просто судьба. Подожди, но ты же хотел быть драматическим артистом, да? Драматическим. Я думал, что музыка все равно не будет покидать меня, я буду петь, ну, драматическим. И в итоге я поступил музыкантом. И ты, знаешь, сколько... Вот. Хотел поставить музыку на второй план, как ты мог вообще придать. Да, понимаешь? После дирижерского хорового, когда ты сидишь с этими нотами, когда ты учишь партии. А до этого еще музыкальная школа. Да, музыкальная школа из-под палки. Хотел что-то новенького. Ну, поступил в итоге и закончил. Я как актер драматического театра и актер музыкального театра. То есть у меня две профессии. Ну, подожди-ка, ведь тебя же прослушивала Тамара Синяцкая. Тамара Синяцкая и Розетта Яковлевна Немчинская набирали курс в ГИТС. И я пришел на третий тур, можно сказать, вот в таком виде. Все стояли смокингами. Я думаю, а можно зайти хотя бы без нот, без всего? Я зашел и говорю, а можно как-то, ну, да. Говорит, вы что, сюда на посиделки пришли? Я говорю, нет, ну, я петь умею. Ну, спойте что-нибудь. И я встал, значит, в стойку. И что же даже? И смотрю, улыбаются. А говорит, может, вы не будете больше никуда ходить? А может, поступите к нам? Под Копиус. И я так, ааа, думаю, я звоню маме. Мама, есть возможность, что я... Мама говорит, да ладно, вернешься, ничего страшного. Может, в Минске куда-то... Нет, такая, у меня было два варианта. Либо армия, либо куда-то поступать. Но в итоге поступил, зацепился. И так же, и потом уже голос, потому что все это наслышано, что это все проплачено, все это... Не хочется идти туда, куда... Вот, развейте, развейте мифы. Ну, я пошел. Сам пошел, отдал анкету, мне позволили на второй. На первый голос я не прошел. А знаете почему? Я думал, нет, первый голос был точно проплачен. На первый голос было 14 тысяч заявок. И в смысле, ну, из 14 тысяч отобрали на слепое прослушивание 150 человек. А прошли... Единицы, да. Я также заявку на первый голос отсылал. У меня она не проходит. Я говорю, думаю, даже здесь уже все. Уже здесь даже забраковали. А оказывается, маленькими буквами написано, аудиофайл не должен превышать больше двух мегабайтов. А я же думаю, пять с половиной, 312, чтобы качественно было. Побольше, да. Ну, и в итоге второй год я уже просек эту фишку и все сделал. Ну, так и попал на проект голоса. Ну, мы вас поздравляем, что вы, конечно, справились с огромным кастингом, обошли всех. Но очень интересно, всегда, вот мне кажется, у всех поклонников и вашего таланта, и шоу-голос, ну, как-то вообще борьба и между участниками, и наверняка между наставниками, она тоже существует. Вот... Не совсем. Я бы не сказал бы, что внутренняя, наверное, борьба всегда из-за лидерства. У каждого человека, ну, артист не может быть вторым. Ну, без амбиции, конечно. А то, что вот определенное такое, я там... Наша команда Градского круче вашей команды. Да-да-да, такого нет. Я думаю, что вот, например, вот в театрах, да, вот где-то, когда там уже штат набран, да, там есть, наверное, какое-то лидерство за... Кто будет в первую парку теперь. Да, кто будет в первом состоянии, кто во втором. А здесь нет. Здесь каждый готов, вот этот вот каждый эфир, вот, чтобы... Хотя бы, да, пройти еще один тур. Да, вот еще, чтобы меня увидели, чтобы меня услышали, чтобы я... Пусть я не первое место, но меня будут знать вот как индивидуальность. Многие же занимали второе, третье, там, место, четвертое, они не менее, да, там, популярны. Конечно, конечно. Сейчас же там Антон Беляев, Наргиз, которую мы сейчас слушали песни. То есть они заняли второе, там, пятое, шестое место, второе место Настя. Они заявили о себе. Да, прежде всего. Ну, неважно. Это неважно уже, да. Для меня там другие места. Ребятки, у нас сейчас важный момент. Сделаем небольшую, поверьте, нужную паузу, после которой непременно вернемся к разговору. Оставайтесь в нашей компании. Дорогие друзья, в эфире телерадиоканала Страна ФМ. Анастасия Спиридонова и Сергей Волчков. Мы сегодня говорим о том, что ребята записали прекрасную совместную песню под названием «Любовь». И хотелось бы вот что сказать вам. Много комментариев сегодня у нас в «Контакте». Комментарии касаются вашего визита. В основном, конечно, все вас хвалят, все признаются вам в любви. Поэтому несколько слов, если вы скажете этим людям, которые писали, которые сейчас смотрят. Я думаю, им будет очень приятно. Давайте. Я хочу сказать спасибо вообще всем людям, которые поддерживают не только нас, Сергеем, а которые поддерживают артистов. Это очень важно, когда ты знаешь, что то, что ты делаешь, это нужно, это находит отклик. Это очень вдохновляет. И, конечно, нашим конкретно поклонникам и поклонникам радио Страна ФМ хочется пожелать, чтобы добро, которое они... Вот это же добро, когда они пишут людям, чтобы это добро всегда возвращалось во всяких разных хороших приятностях в жизни. Спасибо. Им приятно, я думаю, да. Вопрос вот какой. Любовь действительно удалась. Любовь чудесная, но будет ли видео на песню «Любовь»? Ну-ка расскажите, есть ли задумки такие? Уже в работе? Задумки есть, есть планы. Ну, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Мы думаем, просто нужно найти правильную концепцию, не хочется делать это всё банально. Нужно, хочется найти какого-нибудь правильного режиссёра, который бы не просто пришёл по шаблону, рассказал, он там снимал 500 артистам клипы, и он просто поменял картинки, поставил другую декорацию, а снимает идиютуру. То есть это всё в поисках. У нас же никто не торопит в этой жизни. У нас ещё молодые. У нас премьера на радио. И я хочу вам сказать спасибо, потому что у нас первая премьера этой песни на радио. Спасибо, что вот мы сегодня у вас. Более того, Настенька, на телерадиоканале у нас ещё и смотрят, и слушают. Поэтому все так ждут клипа, чтобы его и посмотреть. Мы вот только-только начали, мы ещё, наверное, совсем не до конца поняли, что людям действительно нравится, потому что отзывы очень хорошие. Действительно. Да, и это пока что так вот... Лето. Лето. Пока люди отдыхают, слушают, наслушаются, в сентябре они сделают выводы. И мы в сентябре тоже начнём работать над этой песней серьёзной. Так, можно сказать, что скоро мы выступим с этой песней на нашей любимой площадке Кремлёвского дворца, но число не будет проговорить. Пусть останется тайна. А вот у меня такой вопрос. У вас дуэт возник, можно так сказать, спонтанно, да? Не знаю, может быть, вы долго к этому готовились. Но вот вы говорите, что кто-кто, но вот только Анастасия. Почему, собственно, выбор пал именно на Анастасию? Она же, собственно, немного из другой сферы музыки. И спонтанно. И всё у нас же по расчёту бывает, как говорится, и как и весь семьи. Потому что мы с Настей постоянно выступаем в Кремлёвском дворце. Во-первых, у Анастасии 19 октября будет сольный концерт в Кремлёвском дворце, где я тоже приглашённый гость. И петь песни какие-то, перепевать уже песни, делать кавера. Но у нас был опыт. Настя выступала у меня в Доме музыки. Мы пели песню прекрасную «Птички на эхо любви». Достаточно. У нас был этот этап. Сейчас у нас новый этап. Нашлась такая песня, которую мы можем петь, получать от неё удовольствие. И я думаю, что ну вот... Ну всё как бы вот пазлы все сошлись. Отлично, отлично. Мне кажется, я сейчас подумала, что, наверное, это первый дуэт, А, нет, не первый. Не первый. Ну вот участников «Голоса» не первый. Да. Но вот на радио, возможно, первый. Да? Это так? У меня нет. У меня были опыты, и мы пели, конечно. Я всегда привлекаю ребят, которые сейчас не мелькают по телевизору, которые мне нравятся. И Полина Конкина, и мы поём. Но эта песня всё равно каверная. Я говорю о своей песне, которая вот встала на радио. Наверное, вот я не знаю, ребят, чтобы у нас... Ребят, вы знаете, что песня красивая, и хотелось бы продолжения. Вот что-то, может быть, уже вы присмотрели ещё какую-нибудь дуэтную работу или нет? Или сейчас вот Серёжа внутри так же удивляется, как Настя снаружи? Может быть, следующая песня «Развод»? Следующая песня «Развод»? Вы знаете, я когда слушаю песню «Любовь», она очень интересная. Я не могу, как некоторые артисты говорят о своих песнях сразу, что это хит. Я не знаю, об этом будет судить зрители. Это мы и будем судить, да. А вот если, наверное, следующий опыт, наверное, хотелось бы затронуть тему, вот как пела Настя, например, в трёх аккордах «Транзитный пассажир». Какую тему? Ну что-то вот такое глубокое. Вернёмся скоро. Ну просто королева красоты. Сегодня у нас в гостях Анастасия Спиридонова. Вот я не знаю, Сергей, король красоты. Можно вас так тоже сегодня обосновать? Человек с королевским голосом. Вот, да, так будет логичней. В общем-то, да, Сергей Ивановичков, мы продолжаем с вами разговаривать о любви, потому что именно этой песне сегодня и посвящён наш такой прекрасный творческий союз. Ну вот, коль мы затронули красоту прекрасной Анастасии, Сергей, я хочу спросить. Я была в тот день, когда был финал шоу «Голос», и делал рядом с вашей очаровательной женой. Я видела, как она трепетно относится к вашему выступлению, как она следит за всеми вашими программами, концертами и так далее. Как она вообще относится? Не ревнует ли она вас к Анастасии и к записи песен с такими красотками? Нет, я вам скажу, что это одна из любимых её артисток. Анастасия, ей очень нравится Настя, она слушает и прям, и мало того, моей тёще очень нравится. Ну, я думаю, что очень многим, конечно, близко творчество Анастасии. Как она относится? А к поклонницам как реагирует? Нет, очень хорошо, реально спокойно. Она у меня мудрая женщина. Я тоже мудрее, у меня сегодня зуб мудрости, вот балет, вот я очень... Вообще, Наташа, она относится очень хорошо к моему творчеству. Она волнительно всегда это смотрит, всегда переживает. И даже про их голос это было доказательство, если она после финала через шесть дней родила. Вот, так что она очень волновалась и всегда переживала, и всегда может честно и объективно сказать то, что я там неправильно, например, делала. Либо ей то, что-то понравилось. Она говорит, не теряй вот то, что вот... Немножко продюсирует так чуть-чуть. Да, но когда я сказала, что я буду... Она говорит, ой, а как это будет? Вот как Настя говорит, а как это всё будет слушаться? Я говорю, ну, я представляю, потому что у меня сразу аранжировка в голове, и я слышу вот эти голоса, мне кажется, всё в точку. Но бывает, конечно, ошибаешься. Мне кажется, получилось. Получилось. Сейчас ей нравится. Ей нравится, она слушает. И я тебе потом покажу после эфира, как моя дочь уже поет эту песню. Я так люблю тебя, да, века не затаяла. Слушайте, ну, вообще, какие Ксении Сергеевне нравятся песни больше? Оперные, папины работы, может быть, эстрада? Честно, вот то, что я от неё слышал, это запах дома. Это у меня есть песня, она поет запах дома. С детства она вот пляшет под неё. Она там ритмичная музыка, и ей очень нравится. И вот я люблю тебя. Я сначала не помню. Чтересно. Папа, включи мне песню. Я включаю там, лепсу, там, не, я так люблю тебя. Дыхай. Ну, там, может, оно и на одной нотке, но всё равно так уже интонирует, как бы. И я говорю, дочь, откуда? Наташа смеётся, говорит, она вот два раза услышала, и уже вот поёт. Скажи, пожалуйста, пользуется ли дочка таким великолепным папиным голосом? Говорит, пап, ну, спой мне луч солнца золотого. Бывает, бывает, так подумала? Перед сном. Нет, я, конечно, пою. Она говорит, папа, как ты так поёшь? Вот вопрос. Я говорю, ну, пою. Что папа отвечает? Ну-ка. Я говорю, ну, как-то так, говорю, ну, вот пою. Сама получается. Она действительно тоже ритмичный ребёнок. У меня жена, она закончила как по хореографии, у неё с ритмом всё в порядке. Ну, и надеюсь, музыка. Ну, я надеюсь, что это будет в перспективе хобби. Мы желаем, да, чтобы всё получилось так, как Ксения Сергеевна хочет. Родители помогут. Кстати, ты помнишь, когда вот ты впервые осознал, что у тебя необыкновенный голос? Как это произошло? Кто тебе подсказал? И ты понял, что надо что-то как-то вот в этом направлении идти, и надо это развивать, Серёж. Ну, то, что я в парке пел для друзей и для мамы в своём городе, мы всегда для друзей и для мам самые любимые и лучшие. Когда я потом первый раз выступил для чужой публики и услышал восторженные отзывы, я понял, что мне этим нужно заниматься. Ну, как бы, то, что я там себя умню, у меня гениальный голос, я всё такое говорю. Я сказал необыкновенно. Необыкновенно, да. Ну, некоторые там пишут. Я так не считаю. Я считаю, что... Ну, я, может, да, и хорошо пою. Ну, и когда я поехал с сольными концертами по стране и увидел восторженные люди, когда стоят и аплодируют тебе, я понимаю, что я на правильном пути и делают правильное дело. Спасибо, что ты это делаешь. Это я говорю уже от миллионов людей, которые слушают, смотрят «Страну ФМ» и обожают песни Сергея Волчкова и Анастасии Спиридоновой. У нас, дорогие друзья, наступил момент, когда мы сейчас ныряем в любовь. Да, с головой уходим в любовь. Может быть, кто-то ещё не слышал этот трек, а потому сейчас всё внимание на эфир «Страны ФМ». Итак, слушаем, смотрим. Как высоко с тобой летит моя душа. Как мне легко тебя любить, тобой дышать. Как будто друг для друга рождены, как будто мы все жизни были вместе. Я так люблю тебя, дыхание затаят, с тобой лечу на край земли. Я так люблю тебя, дыхание затаят, Я так люблю тебя, тебе, душа моя, Ты океан моей любви. Как мне тепло под ярким солнцем твоих глаз. Так мне светло, и целый мир вокруг для нас. Как будто на двоих одна душа, Как будто мы одни во всей вселенной. Я так люблю тебя, дыхание затаят, Я так люблю тебя, дыхание затаят, С тобой лечу на край земли. Я так люблю тебя, тебе, душа моя, Ты океан моей любви. Как же долго я тебя искал, Как же долго я ждала тебя. Я так люблю тебя, дыхание затаят, С тобой лечу на край земли. Я так люблю тебя, дыхание затаят, Я так люблю тебя, дыхание затаят, С тобой лечу на край земли. Я так люблю тебя, тебе, душа моя, Ты океан моей любви. Я так люблю тебя, дыхание затаят, 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 Сергей Волчков и даже небольшой клип, который страна ФМ смогла сделать в ожидании того клипа, который ребята сами, ну, мы надеемся, что тоже сделают, и будет клип потрясающим, таким же, как песня. Так, давайте подытожим. Сейчас у нас до конца года будет концерт Насти. 19 октября в Государственном Кремлевском дворце. Мой сольный концерт, очень всех жду, готовимся, волнуемся, и будет просто классно. Ну, вкратце, там будут дуэты, там будут какие-то звезды и друзья. Конечно, у меня будут гости, звезды и друзья, и вот Сергей Волчков будет обязательно, конечно, да. Все, все пойдут так. В общем, все звезды и все хиты, правильно? Да. Но сейчас мы еще посмотрим в календарь уже 18-го года, и там в апреле найдем Кремлевский концерт Сергея Волчкова, тоже не забудем. Где у меня тоже будут звездные гости. Кстати, меня еще не пригласили официально. Я официально сделаю заявление после программы. Сереж, ты уже выступал в Кремле, что бы ты посоветовал, может быть, так сказать, с высоты своего кремлевского опыта Насте, да? На что обратить внимание, как вообще? На акустику. Ну, во-первых, Насте не первый концерт, и просто нужно абстрагироваться и получать от этого кайф. Как и всегда, для нее эта сцена не новая, она выступает там в месяц по несколько раз, и просто сольная программа всегда волнительная, когда нет, просто нужно выходить именно вот с таким ощущением, как ты выходишь даже на сборных концертах. Просто на сборных концертах люди пришли посмотреть на всех артистов, а тут пришли посмотреть на тебя. И нужно просто искренне им говорить, я вас люблю, и говорить это в песнях. Вот и все. Мастер-класс от Сергея Волчкова. Как это делать? Все, записывай, запоминай. Я была просто на концерте Сергея в Кремле, и я понимаю, о чем он говорит. Это был прекрасный концерт, и когда человек советует, и ты понимаешь, что он советует это не просто так, а со знанием дела, то да, прислушивайся. Скажите, а вот ваши наставники как раз-таки советуют вам тоже, они следят за вашей творческой жизнью после проекта? Вот будет Александр Борисович на вашем концерте, на вашем Леонид Агутин будет? На моем концерте Леонид Агутин будет в почетных гостях, и мы будем с ним петь. Вот, вот. На моем концерте уже не раз был Александр Борисович, и в Доме музыки, и в Кремлевском дарце, но в следующем году я хочу, чтобы он просто посидел в зале. Как зритель. Как почетный гость. Проэкзаменовал все. Да, и посмотрел, и, как всегда, сделал свои выводы. Я прислушиваюсь к нему, он действительно говорит по делу. И когда был у меня первый сольный концерт, он приехал за два часа до концерта и отстроил практически весь звук, который... На минуточку, сам Градский, друзья, Волчкову отстраивает звук. Ну, он делал это с любовью, и он сам прозвучал так, что, конечно, после него было бы выходить очень тяжело, потом, и сказать, что концерт все-таки не Александра Борисовича Градского, а Сергея Волчкова, потому что он действительно делает это мастерски. И слушая его, конечно, нужно набираться опыта, и как он ведет, как он общается с публикой. А я где-то волнительно вот к нему приезжаю в его театр, выступать, стою за кулисами. Чего ты волнуешься? Ты уже там 500 раз выходил на сцену. Я говорю, нет, ну я... Он говорит, нет, правильно, волнуйся, но на сцене... Мобилизываюсь. Да. Ребят, не будем забывать, что какое-никакое, но лето продолжается. Как-то умудряетесь, например, рыбу половить, Сережа, может быть, у Насти что-то тоже? Ну-ка поделись. Могу рыбу половить, между прочим. Надо вместе съездить на рыбалке. Так вот, понимаете? Как раз, может быть, там и клип снимите на рыбалке. Рыба. Я так люблю тебя, мой сом. Итак, что может быть, какие трофеи в этом году, Сереж? В этом году, к сожалению, не могу похвастаться, потому что летаю туда-обратно на две страны. Сейчас семья отдыхает в Испании. Мы следим за твоим Инстаграмом, да. Да, я, к сожалению, редко пользуюсь Инстаграмом, потому что, к сожалению, да, надо почаще выкладывать фотографии. Ну, как-то вот, когда с семьей ты как-то забываешь. Ты не забываешь про своего, конечно, зрителя, слушателя. Я захожу, читаю комментарии в свою группу. Ну, что-то выкладывать каждый раз в новом ракурсе, там, как я загораю, либо где я хожу. Мы желаем тебе клевых, клевых выходных, клевых свободных дней и, конечно, улов. И клевых проектов. Спасибо. Самое главное желаем вам двоим. Насте желаем интересных велосипедных прогулок, правильно? А, спасибо. Ребят, спасибо вам за то, что были у нас в гостях. До новых встреч, новых клипов и новых песен. А вам спасибо за суперобщение, и не только в эфире, но и когда эфир будет. Ура! Спасибо вам, Ахима. Анастасия Спиридонова, Сергей Волочков. Пока. Страна, эфир.